Здравствуйте, сегодня с вами снова Майк Джеймс, и сегодня я вам расскажу о пираньях, но прежде чем мы начнем, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте оставлять комментарии, кого вы хотите увидеть в следующем видео. А теперь погнали. Обыкновенная пиранья, вид хищных лучеперых рыб, из семейства пираньювых, сирросалмида, или, по устаревшей классификации, из подсемейства пираньювых, сирросалмина, семейства харациновых, чароседа. Питание. Пища пираней, прежде всего, рыба, а также птицы, которые находятся в воде. Корм малькам пираней можно предлагать дождевых червей, трубочника и мотыля. Постепенно хищников начинают кормить мясом и рыбой, а спустя три месяца полностью переводят на взрослый рацион, предполагающий очищенные морепродукты и говядину. Враги естественными врагами пираний являются амазонский дельфин инея и черный кайман, питающийся, в том числе, и пираниями. Средний вес обыкновенная пиранья вырастает в среднем до 20 сантиметров. Масса особи, до одного килограмма, не больше, но бывают и исключения. Это один из самых известных видов пираний, имеет репутацию пресноводного хищника, опасного для животных и людей. Для живого человека они представляют опасность в связи с размером и устройством челюсти. Они могут напасть на человека и начать отрывать кусочки тела и конечностей своими острыми зубами. Длина тела составляет около 15 сантиметров, максимальная – 50 сантиметров, максимальная масса тела – 3,9 килограмма. У всех пираний большие рты с выступающими острыми зубами. Виды пираний отличаются друг от друга расцветкой. У большинства рыб оливково-зеленая или черная с синевой спина, а брюхо и бока – темные или серебристо-серые. Плоские зубы кленовидной формы с острыми вершинами впиваются в жасткую кожу жертвы. Зубы обеих челюстей имеют одинаковое строение. Верхние зубы меньших размеров при закрытом рте помещаются в промежутке между нижними. Челюсти приводятся в действие мощной мускулатурой. Нижняя челюсть выдвинута вперед, зубы загнуты назад. Зубы на нижней челюсти достигают длины 1-2 миллиметра. Пираний держатся огромными стаями, которые большую часть времени проводят в поисках добычи. Этих типично речных рыб во время половодья можно встретить в море. Однако в море пираний не способны нереститься. Эти рыбы довольно прожорливы, поэтому могут жить только в изобилующих рыбой реках. Чаще всего они встречаются на мелководье, на большой глубине и филистой воде. Пираний при ловле добычи рассчитывают на скорость и внезапность. Иногда они подкарауливают жертву в укрытии, откуда при удобном случае атакуют. Вся стая бросается на нее и пожирает. При этом каждая рыба действует независимо от других членов стаи. Но в истории не было зафиксировано ни одного достоверного случая нападения пираний на человека со смертельным исходом. Но это вовсе не означает, что эти рыбы никогда не кусают человека или зашедшие в воду животное. И такое поведение практически всегда обусловлено не агрессивным поведением рыбы, а самообороной или аномальными погодными условиями, из-за чего поведение пираний начинает резко отличаться от обычного. Пираний стремительно набрасываются на жертву всей стаей. Рыбы, подвергшиеся такой атаке, впадают в панику и пытаются спастись бегством в рассыпную, но быстрые пирани ловят их по одной, мелких они заглатывают целиком, а от крупной добычи отрывают куски мяса, которые сразу проглатывают, чтобы снова впиться в жертву. Стая взрослых пираний уничтожает все, что встречается у нее на пути, самцы выдергивают даже водную растительность. Ученые выяснили, однако, что пираний не трогают здоровых сомиков рода Хапластернум. Эти сомики безбоязненно подплывают к пираньям и поедают с их кожи паразитов, пища пираний, прежде всего, рыба, а также птицы, которые находятся в воде. Случаи убийств людей не зафиксированы. Рыба не листится в марте, августе, вымютывая несколько тысяч икринок. Инкубационный период икры длится 10-15 суток, в зависимости от температуры воды. Грозный внешний вид пираний привел к распространению устойчивого мифа о свирепости и смертельной опасности этих рыб для людей, который был отображен в различных фильмах ужасов, наиболее известными из которых являются американская картина, пиранья, ее сиквел и два ремейка. В действительности же пирании являются потенциально опасными, но все-таки достаточно пугливыми падальщиками, выполняющими в воде функции, схожие с ролью ястребов на суше. Пирании населяют водоемы южно-американского континента, реки бассейна Амазонки, Парагвая, Параны и Иссикиба. Самые многочисленные популяции обитают в реках Колумбии, Венесуэлы, Гаяны, Парагвая, Бразилии и Центральной Аргентины. Обыкновенная пиранья распространена в аквариумистике. В условиях аквариума достаточно пугливо и осторожно. В природных условиях рыбы находят достаточно укрытий, которых может недоставать при содержании в аквариумных условиях. Пиранья предпочитает мягкую воду слабокислой или нейтральной реакции, 5,5-7, с достаточно активной фильтрацией, около 3 объемов аквариума в час. В присутствии коряк, корня мангрового дерева поддерживает постоянный уровень pH. Всем спасибо за просмотр, не забываем ставить лайки, подписываться и комментировать. Субтитры создавал DimaTorzok